Магнитогурский «Металлург» повторил рекорд нынешнего сезона КХЛ, который принадлежал омскому «Авангарду». Подопечные Андрея Разина одержали десятую победу подряд. Вдвойне ценно, что юбилейного успеха они сумели добиться в игре с самой результативной командой чемпионата – «Спартаком». Причем сделали это без номинально первого звена. С подробностями наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Состав «Металлурга» на матч против лидера Запада и самой забивающей команды сезона многих удивил. В заявку не попали игроки номинально первого звена магнитогорцев – Максим Карпов, Денис Зернов и Павел Акользин. Они вносят большой вклад в успехи нашей команды, поэтому здесь, конечно, был риск. Но, с другой стороны, ребята действительно устали, и я до этого с Максимом Карповым разговаривал. Хотел их пораньше дать им отдохнуть, но он попросил поиграть. Но действительно было видно, и особенно последнюю игру с «Трактором», что им очень тяжело. В стартовом периоде хозяева перебросали гостей 18-8, но долгое время не могли отличиться. «Металлургу» даже пришлось поиграть в меньшинстве, но это удаление было совершенно оправданным. После того, как защитник москвичей и рукавичников жестко сыграл у борта с Жаном Себастьяном Ди, Никита Гребенкин вступился за партнера, выиграл куачный поединок и на десерт эмоциональными жестами завел переполненную арену. Поэтому, несмотря на санкции арбитров и необходимость сыграть в расстановке 4 на 5, тренер Магнитогорцев по достоинству оценил действия молодого нападающего. «Разменялся, да, не с кем-то там, да, действительно с хорошим защитником, вот, тем более зарядил после такой удачной драки, да, я думаю, ребята это воодушевило, вот, поэтому я единственное переживал, чтобы он ничего там не сломал себе». Под занавес периода хозяева забили. Алексей Маклюков великолепно сыграл против соперника, выбив у него шайбу, Александр Питунин нанес первый бросок, а Никита Михайловец классно сыграл на добивании и набрал седьмое очко за две игры. Во втором отрезке магнитогорцы снова заметно превзошли соперника по броскам 16-9, но увеличить преимущество не смогли. Одна из немногих ошибок «Метаурга» позволила гостям сравнять счет. Отличился Локтионов. Но, несмотря на локальные неудачи и великолепную игру вратаря Кореева, отразившего 44 броска, наша команда нашла путь к победе. На 48-й минуте после передачи Робина Пресса и Алексея Маклюкова Данила Юров совершил невероятный проход в чужую зону, обошел нескольких соперников и с неудобной руки бросил в дальний угол. А окончательный счет установил Архип Николенко, который не забивал со 2 декабря прошлого года. После передачи Дмитрия Силантьева и броска Егора Яковлева, он удачно подставил клюшку и избавил хозяев от излишне напряженной концовки. 3-1. Сегодня очень много пришло народу, поддержать это хорошо. Я рад, что мы порадовали зрителей. Была хорошая игра, динамичная, быстрая, с обилием голевых моментов, с дракой, в которой мы тоже выиграли. Поэтому нас с победой. Следующий матч «Металлург» проведет 28 ноября против «Нефтехимика». Прямую трансляцию из Нижнекамска смотрите в нашем эфире во вторник в 20 часов 50 минут. Павел Зайцев, телекомпания ТВИ.